Делом чести назвали полицейские поимку преступника, который в канун празднования годовщины Великой Победы обманул 93-летнюю труженицу тыла. Ну и поражает даже не сам факт, а подробности. К пожилой женщине под Саратовом обратился мужчина, который представился поисковиком. Он рассказал, мол, нашел останки ее брата, погибшего в 1945 году. Ну и чтобы доставить их для захоронения, необходима крупная сумма. Стоит сказать, что пенсионерка не стала торопиться расставаться с деньгами, потому что заметила в этой истории серьезные несостыковки. Почему же преступник не получил ни копейки, знает репортер НТВ Василис Казакова. Ни фотографии, ни личных вещей, а главное, признается труженица тыла Мария Архипова, даже могилы брата, куда можно цветы принести, память солдата почтить нет. 18-летний Володя ушел на фронт 43-м добровольцам. Поначалу от него приходили письма. В последнем сообщил, что отправляется на Дальний Восток. И все, невесточки. Где он погиб, при каких обстоятельствах, никто не знал. И тут пенсионерке позвонили люди, которые представились поисковиками, мол, нашлись останки бойца Архипова. И две награды, престижные. За оборону Москвы и орден славы третьей степени. Якобы по номерам медалей они выяснили имя владельца и отыскали его родных. Сказали, что из Орла звонят вам. Вы ищете Архипова Владимира Павловича с 1924 года рождения. Я говорю, да, это мой брат. Мы вам привезем, но дорогу будете оплачивать сами туда и обратно. Я говорю, ну, хорошо. За транспортировку останков солдата псевдопоисковики попросили 40 тысяч рублей. И ей тогда никаких денег жалко не было, признается Мария Павловна. Ведь речь шла о ее брате. Уже была собралась отправить необходимую сумму на счет, но прежде решила поделиться радостью с дочерью. Наталья Аридова вспоминает, поначалу тоже была ошеломлена. Ведь мать часто рассказывала о пропавшем на фронте без вести родственники. Но потом задумалась, что за кощунство такое требовать деньги за останки того, кто погиб на войне. А потом мой сын звонил ему. Ты скажи, пожалуйста, это правда или нет? Я тебе деньги так вышлю. Они даже предлагали медали отправить почтой. Говорит, надо почту, мне на отправку на посылку бандероли нужны деньги. Вышли мне сейчас. Он говорит, ну, сейчас почта уже не работает. И вечером было. У нас работает. Женщина решила обратиться за консультацией к профессионалу. Сергей Василенко уже много лет ведет поисковые работы и возглавляет местный военно-патриотический центр. Он связался с коллегами из Орла и выяснил, что там раскопки в этом году еще даже не начинались. Да и передача останков погибших бойцов родственникам – это обычно целая церемония. Сразу видно, что это мошенники, потому что поисковики и вообще поисковые движения России – это мощное движение на сегодняшний день. Говорить о каких-то денежных средствах при передаче останков. Во-первых, передача останков – это очень сложный процесс. Это процесс не одного дня. То есть это переписки администрации, это встреча с родственниками, потому что родственники даже в протоколе подписываются, когда забирают останки. То есть это не привозится как-то просто останки. Поисковик помог женщинам написать заявление в правоохранительные органы и выяснилось, что таким образом злоумышленники уже попытались обмануть десяток пенсионеров по всей стране. Выбирали тех, чьи родственники также пропали без вести на фронте, да еще обычно одиноких, чтобы им и посоветоваться не с кем было. Теперь полицейские говорят – дело честь отыскать тех, для кого память – пустое слово. Василиса Казакова, Михаил Ракицкий, Дмитрий Сальников, телекомпания НТВ, Саратовская область. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!